Надежда Румянцева была одной из любимых зрителями советских актрис. Она снялась более чем в 30 фильмах, а, выйдя замуж за дипломата, приостановила кинокарьеру. Кинокритики её называли «Чаплин в юбке», «Русская Джульетта Мазина», а для публики она осталась «Тосей Кислицыной» и «Людмилой Добрый вечер». Надежда Васильевна родилась в деревне Потапова, что в Смоленской области. Она стала вторым ребёнком в семье домохозяйки Ольги Всеволодовны и проводника поезда Василия Григорьевича. Когда будущей звезде исполнился год, семья Румянцевых переехала в Подмосковье. С раннего детства Надежда отличалась жизнерадостностью и энергичностью. Любую информацию девочка схватывала на лету. Эти черты характера не изменились, даже когда грянула Великая Отечественная война, и отца Наде призвали на фронт. Брат Румянцевый Владимир остался с семьёй, поскольку был слишком юн для войны. Надя старалась поддержать военных, собирая детей и подростков, чтобы вместе с ними развлекать раненых бойцов в госпитале. Для семьи Румянцевых война закончилась благополучно. Глава семейства вернулся домой живым и с наградой – звездой Героя Советского Союза. С тех суровых времён Надежда обрела привычку довольствоваться малым, и этой черте осталась верна до конца своих дней. В школьное время актриса посещала творческие кружки, в том числе и связанные с театром, но при этом идти на сцену не планировала. Однако, когда школа была окончена и встал вопрос выбора учебного учреждения, девушка, не любившая точные науки, решила всё-таки попробовать себя в актёрской деятельности. Вступительный экзамен в школу-студию при Центральном детском театре Надежда Румянцева прошла без проблем. Яркая и живая девушка мгновенно покорила экзаменационную комиссию пылким монологом Фамусова из комедии Александра Сергеевича Грибоедова «Горе от ума». Позже в интервью актриса призналась, что ожидала провала, а потому максимально выкладывалась перед зрителями. Затем Румянцева поступила в ГИТИС. Первую роль в кино Румянцева сыграла, ещё будучи студенткой института. Получив возможность сняться в фильме «На встречу жизни», она месяц изучала токарное дело, чтобы лучше понять образ жизни героини. Кроме того, Надя даже пошла на обман, заявив, что умеет управлять моторной лодкой. Поскольку её героине нужно было взаимодействовать с этой техникой, актриса боялась, что из-за отсутствия навыков вождения ей откажут в роли. Разумеется, всё выяснилось, когда моторная лодка вместе с отчаянной девушкой перевернулась. Промёрзшая насквозь артистка на пару дней осталась в больнице, но эпизод закончился благополучно. В 1950-е Надежда ежегодно была задействована в съёмках как минимум одного фильма. В 1955-м она участвовала в ленте Ильдара Рязанова «Счастливая юность». Говорят, что роль Нади Берестовой в фильме 1959 года «Неподдающаяся» была написана специально для Румянцевой. Так это или нет, неизвестно, но роль сделала актрису популярной. Неудивительно, ведь она играла практически саму себя – обаятельную, добрую и чрезвычайно энергичную активистку. Всесоюзный успех Надежды Румянцевой принесла роль в киноленте «Девчата». После выхода фильма газеты писали, что теперь каждая девушка, раньше не имевшая шанса попасть в кино из-за нестандартной внешности, может попробовать стать кинозвездой. Тося Кислицына на долгие годы стала одним из самых любимых женских персонажей у советских зрителей. Первоначально предполагалось, что роль лесоруба Ильи Кавригина исполнит Юрий Белов, но в Министерстве культуры настояли на кандидатуре Николая Рыбникова. Исполнители главных ролей проявили настоящее мужество во время съемок. Первые сцены снимались в условиях северных регионов, а финал средизимних елей – в летнее время в Ялте. Фильм имел успех за границей. Даже в Голливуде отметили талант Румянцевой и в дальнейшем неоднократно приглашали талантливую актрису сниматься в фильмах. Однако Надежда об этих приглашениях даже ничего не знала. Правительство само отвечало за актрису, мол, конечно, благодарю, но слишком занята на съемках дома. В 1963 году вышел другой фильм, который закрепил триумфальный успех Надежды Румянцевой. Это была комедия «Королева бензоколонки», также ставшая достоянием всего Советского Союза. Так же, как и Тося Кислицына, Людмила «Добрый вечер» мгновенно завоевала обожание зрителей. В кинотеатрах эту ленту посмотрели 34 миллиона человек, что сделало ее второй по популярности после «Кавказской пленницы». После 1967 года Румянцева почти перестала сниматься в кино, уехав из страны, чтобы сопровождать мужа в работе. Актриса вернулась уже в 70-х, хотя и после уезжала вместе с супругом на несколько лет из СССР. С тех пор и до конца жизни Надежда Васильевна занималась в основном озвучиванием мультфильмов и зарубежных сериалов. Она участвовала в дубляже фильмов «Зита и Гита», «Унесенные ветром», «Анжелика и король». Голос звезды экрана звучал в анимационных фильмах «38 попугаев», «Привет, мартышки», «Утиные истории». Также актриса озвучивала многих артисток в советских фильмах. Голосом Румянцевой говорит Нина из «Кавказской пленницы» и Гюльчатай из «Белого солнца пустыни». В 2006 году Надежда Васильевна последний раз появилась на телеэкране в выпуске передачи телеканала «Культура. Линия жизни», посвященном ее биографии. Поговаривали, что в студенческие годы актрису связывали отношения с Юрием Беловым, но роман двух будущих звезд экрана оказался недолговечным. А первым спутником Румянцевой стал однокурсник Владимир Шурупов. Молодые люди зарегистрировали брак, еще учась в институте, но союз распался сразу после окончания вуза. Мужа распределили в провинциальный театр, а Надежда, на тот момент уже успешная актриса, решила остаться в Москве. В 1965 году в личной жизни актрисы произошли кардинальные перемены. Румянцева познакомилась с армянским студентом, ставшим в итоге спутником ее жизни больше, чем на 40 лет. Звали юношу Вилли Вахтангович Хштоян, он был дипломатом, работал в Египте и Малайзии, хотя публика все равно знает этого госслужащего исключительно как мужа Надежды Румянцевой. Молодые люди быстро понравились друг другу. Три года они жили вместе, а потом, когда Вилли направили за границу, пара расписалась, с собой они забрали Карину, дочь Хштояна от первого брака. Надежда подружилась с малышкой. Совместных детей пара не имела, и, как признавался в интервью супруг актрисы, произошло это по его вине. Поначалу Вилли уговаривал жену подождать, опасаясь, что дочь будет чувствовать себя обделенной, а затем постепенно прошло время репродуктивного возраста Надежды, и она не смогла забеременеть. Некоторое время супруги думали усыновить ребенка, но отказались от этой идеи. До последних дней жизни Румянцева их Штоян сохранили взаимную любовь и бережное отношение друг к другу, о чем можно судить по совместным фото супругов. Много времени семья проводила на даче, поэтому, когда в 2020 году вдовец выставил дом на продажу за 42 миллиона рублей, у публики закрались мысли о его плачевном финансовом положении. Эту информацию опроверг сам Вилли Вахтангович, сообщив, что практически не бывает за городом, а крепкое здание пустеет. Есть несколько версий болезни актрисы. Одну из причин называли перенесенную травму головы во время нападения на супругов-грабителей. Во время драки один из них нанес артистке сильный удар по голове. После полученной травмы Румянцева начала периодически испытывать сильные головные боли, которые заканчивались обмороками. За полтора года до смерти было обнаружено новообразование в тканях мозга. Также говорили о сердечных заболеваниях и о последствиях после падения с лестницы в 2001 году. В апреле 2008 года Надежда Васильевна умерла в московской клинике. Причиной смерти стала опухоль мозга. В этом году исполнялось 45 лет со дня выхода на экраны фильма Королева бензоколонки. Похороны исполнительницы главной роли прошли за день до назначенной даты празднования юбилея. В последний путь артистку провожали коллеги и поклонники. Могила актрисы находится в Москве на Армянском кладбище. Спустя два года на экраны вышла документальная лента, посвященная памяти звезды кинематографа. Фильм получил название «Во всем прошу винить любовь». Субтитры создавал DimaTorzok